Слово Итак, в заключении пятнадцатой главы мы узнали о том, что Дух Святой исходит от Отца. В шестнадцатой главе седьмом стихе мы узнаем, что Духа Святого посылает нам Сын. В истории церкви, в истории вероучения этот фрагмент имел большое значение, об этом мы будем говорить несколько позже. Шестнадцатую главу часто называют главой о Святом Духе. Иисус учит нас всему этому, чтобы мы не спотыкались. Как нам исполнять Божьи заповеди? Слушая и прислушиваясь к словам Христа. Что стало причиной падения Давида? То, что он обратил внимание на внешний вид Версавии, а не на Слово Божие. В каждую минуту мы можем обращать внимание только на что-то одно. Чтобы сохранить нас от падения, нам нужно Слово Божие. Либо эта книга сохранит меня от греха, либо грех удержит меня от этой книги. Другого не дано. А теперь нас ожидает непростое пророчество, его важно понять. Помните, что призывая Своих воинов, Иисус говорит им о самом серьезном, о самом сложном, о предстоящем им страдании. Дьявол же, призывая к себе на службу, говорит лишь о наградах. Наш командир говорит о страдании, предлежащем нам. Версавия 16, 2. 16 глава 2 стих. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он всем тем служит Богу. Очевидно, слова эти исполнились в то время, когда иудеи начали преследовать христиан. Очевидно также, что эти слова исполняются снова и снова. Очевидно также, что именно так строятся отношения между христианами и мусульманами. Мусульман убивает неверующего, потому что считает, что тем самым служит Богу. Мы об этом говорили уже в январе, я не буду повторяться. Добавлю лишь то, что раз мусульмане готовы убивать за свою веру, то христиане должны быть готовы умереть за веру. Я не хочу никого пугать, запомните лишь вот что. Ведь умирать вам в любом случае. Не то чтобы человек, который не следует за Христом, человек, который не служит Христу, тем самым избежал страданий и смерти. Быстрая смерть ради Христа – это на самом деле даже милость. Это гораздо лучше, чем медленная, мучительная смерть по какой-либо другой причине. Вопрос не в том, умирать или не умирать. Вопрос в том, как умирать – в послушании Божьей воли или в попытке избежать Божьей воли. Как мы встретим смерть? Служа Иисусу Христу или служа самим себе? Умирать нам в любом случае, умирать всем, кроме тех, кто, может быть, останется в живых на день пришествия Иисуса Христа. Почему же люди так поступают? Кстати говоря, во время публичных казней мусульмане обычно восклицают. Они кричат «Аллах Акбар! Господь Велик! Господь Велик!» Делают они это для того, чтобы заглушить голос собственной совести и крики и стоны, идущих на казнь. Но не служат они при этом Богу. Они не знают Бога. Именно об этом говорит Иисус в третьем стихе «Потому что не познали ни Отца, ни Меня». Иисус напоминает нам о напоминании. И делает Он это неоднократно. Смотрите 4 стих. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Подписывайтесь наше cyborg accessible на данный момент. Кстати, если Вы были убиты слова или убиты охоты, то увидите свою воду в материалы на четко черный Anfang можно calling за приключ warto, если повезёт дело за твой в 준� все принятое, ты для себя знал진 bunu производите. Вы покупали это доказательные моменты. И вот такая вещь, если по своей великой благодати и милости Бог сподобит вас такой особой чести, чтобы вас связали, чтобы вас избивали, чтобы вас растянули, чтобы вас казнили ради Христа, вы не будете в последний момент думать, Господи, Ты меня забыл, Господи, Ты меня как-то упустил из своего замысла. Напротив, вы скажете, Господи, Ты так и говорил, именно это и предсказывал Ты, я знал об этом от Тебя. В следующих стихах Иисус говорит о том, что скоро Его не будет среди них, и им от этого нелегко. Некоторые слова Иисуса Христа, сказанные две тысячи лет назад, нам трудно понять, нам трудно принять, потому что мы слабы, мы грешны, и вот иногда мы ссылаемся на трудности в понимании и принятии слов Иисуса Христа. Но трудно было не только нам, трудно было и ученикам. Трудно было и тем, кто сидел вместе с ними в этой горнице и слушал Его слова. Через двенадцать часов Иисусу предстоит пойти на крест. Умереть от потери крови, умереть от недостатка кислорода. И все же в седьмом стихе Он говорит, лучше для вас, чтобы Я пошел. Как вам кажется? Тяжело им было это понять, тяжело им было это принять. Это не просто тяжело, а невозможно. По плоти им было совершенно невозможно принять истину слов Христа. Как же Он такое может говорить? Как Он мог говорить, что им будет лучше, если Он идет? Потому что Он обещает послать Святого Духа. Плоть наша всегда предпочитает осязаемое и видимое, неосязаемому и невидимому. Всегда. Ибо плоти ищут другой плоти. Дух же ищет Духа. Так почему же лучше, чтобы Дух Святой нес служение на земле? Почему служение Святого Духа лучше, чем служение Иисуса Христа в годы Его человеческого воплощения? Во-первых, потому что служение Иисуса Христа было... Локализовано. Он находился в конкретное время, в конкретном месте. Нужно было проявить усилия, приложить усилия для того, чтобы к нему прикоснуться. Например, если он находился в доме, а в дом было невозможно пройти через дверь, приходилось разбирать крышу. Если он находился в толпе и хотелось подойти к нему, то нужно было протиснуться через толпу и прикоснуться к его одежде. Как-то нужно было пробраться к нему. Кто из вас бывал в Израиле? А он жил в Израиле. А вы живете во времена самолетов, в авиации. Представьте себе время, когда их самолетов-то еще не было. Представьте себе, как тяжело было тогда до него добраться. Его служение было локализовано. Служение Духа Святого охватывает всю землю. Служение Иисуса Христа было также ограничено во времени. 33 года земной жизни, 3 года активного служения. Кто из вас когда-нибудь попадал в первый век нашей эры? Знаете, даже я при всем моем возрасте тогда еще не жил на свете. А служение же Святого Духа – вечно. Потому что Святой Дух не покидает нас. И вот в чем парадокс. Эта богословская реальность далеко не так нас греет, как ощущение личного присутствия Иисуса Христа. И все же служение Святого Духа для нас куда лучше, чем личное служение Христа воплощенного. В вашей стране среди христиан-непротестантов, пожалуй, самым большим влиянием пользуется Русская Православная Церковь. В моей стране, наряду с протестантами, или кроме протестантов, самой главной христианской силой является Католическая Церковь. Подлинные причины раскола между католиками и православными – это причины политические. Но в качестве повода для раскола используется доктринальная причина, доктринальное основание. И нам с вами могло показаться, что вот это доктринальное разногласие настолько тривиальное, что непонятно, ради чего тут было расходиться. Восточная Православная Церковь считала, что Дух Святой исходит только от Отца. Подтверждение для этого мы находим в Евангелии от Иоанна 15-26. Дух истины, который от Отца исходит. А Западная Церковь в ответ на это говорит, «Ну, слушайте, вы же не дочитываете стих». Он говорит, «Я пошлю вам, я пошлю вам от Отца». И 16-7 «Я пошлю его вам». Эти разногласия, это противоречие называют латинским словом «филиокве». От латинского «филиокве» означает «и от сына». От кого исходит Святой Дух? Только от Отца? Или от Отца «филиокве» и от сына? Православные говорят «только от Отца». Католики утверждают «от Отца и сына». Если честно, то из-за такого несогласия, из-за такого повода Церковь не раскололась бы, не будь там по-серьезному замешана политика. Понимаете, даже в расколе поместной церкви, если раскалывается поместная церковь, ну, кто-то говорит, мы не сошлись во вкусах по поводу музыки, по поводу доктрины, по поводу каких-то практических вопросов каких-то. На самом деле эти разногласия и расколы всегда из-за власти. Кто имеет решающую власть? Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Дальше. Восьмой стих говорит вполне ясные и понятные вещи. Стихи с 9 по 11 вроде бы должны объяснить нам восьмой стих, но кажется, что они еще больше запутывают. Иисус говорит о служении Духа Святого в жизни верующего человека. Иисус говорил о служении Духа Святого в жизни верующего человека, а теперь говорит о служении Духа Святого в жизни всего мира. При этом он напоминает три служения Духа Святого, которые на самом деле суть три аспекта одного и того же служения. Это служение обличения. Обличение – это когда Бог показывает нам, что нам нужно принять какую-то доктрину, которую мы не приняли до сих пор, а отказаться от каких-то действий мы совершали, которые мы совершали раньше, или сделать или начать делать что-то такое, чего раньше мы не делали. Каковы же три аспекта этого служения? Во-первых, Дух Святой обличит мир во грехе. Мир поймет, что есть Божья мерка, и я до этой мерки не дотягиваю. И о правде, или точнее и о праведности. Кто-то все-таки дотягивает до этой мерки, и имя Ему – Иисус. И о суде. Тот факт, что я не дотягиваю до Божьей мерки праведности и отказываюсь принять Божий ответ, принять Божие решение, Божие избавление. Этот факт будет иметь серьезные последствия. Мир ненавидит угрызение совести. И у мира есть два ответа на угрызение совести. С одной стороны, можно подавить эту самую совесть, просто об этом не думать, отрицать то, что происходит. А другой ответ? Другая реакция. Найти стрелочника, найти виноватого. Я не виноват, это все его вина, это кто-то другой виноват. Может быть этим виноватым окажется и сам Бог. Обвинение на самом деле еще больше разрушает человека, чем муки совести. Когда мы обвиняем другого, или перекладываем обвинутого другого, это как если бы мы пили яд и надеялись, что другой от этого умрет. Я уже сказал о том, что следующие стихи понять сложнее, чем восьмой стих. О грехе, что не веруют в меня. В конечном счете, грешник будет судим не только за то, что не мог удержаться от греха, а не мог удержаться от измены, от прелюбодеяния, от убийства, от богохульства. Нет, грешник будет судим за то, что отказался принять Божие избавление в Иисусе Христе. Десятый стих о правде или о праведности, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите меня. Я знаю два толкования десятого стиха, ни одно из них меня не удовлетворяет. По правде говоря, я не уверен, как понимать слова Христа в десятом стихе. Возможно, Иисус имеет в виду то, что мир гораздо больше оценит Иисуса Христа после его ухода, чем это было при его жизни. Понимаете, клеветать на Христа в дни его земного служения было делом очень простым. Кто только этим не занимался, все, кому не лень. Действительно, недо partiallyсти не вероятно сказать что-то плохое о Иисусе. EO. Они говорили что-то плохое о христианстве, но算 lectura и久ения aber они не могут сказать что-то плохое о Иисусе. Есть доклады. Нитча говорил плохие вещи о Иисусе в его роде. Кристофер Хитчинс говорил плохие вещи о Иисусе в нашей роде. Но 몇 лет в этой категории. А сегодня люди клевещутся на христиан, люди говорят гадости про христиан, но мало кто, даже из самых заядлых атеистов, даже из самых захоренелых неверующих, мало кто позволит себе сегодня говорить гадости о самом Иисусе Христе. Ну да, конечно, всегда были исключения. В конце 19 века таким исключением был Ницше. Сегодня есть люди, которые представляют собой как раз такое исключение, позволяют себе говорить о Христе гадости, но таких людей очень и очень мало. Вот это возможное толкование 9 стиха. Я считаю его не очень вероятным, но оно существует. Другое толкование уводит нас в глубины богословия. Смысл этого толкования в том, что мир увидит праведность или правду Иисуса Христа в том, как Отец Небесный примет Его в небеса. Но я не понимаю, как неверующий мир может увидеть через это правду или праведность Иисуса Христа. Мне кажется, что неверующий человек, среди прочего, не верит и в то, что сейчас Иисус Христос восседает на небесном престоле. Если вы веруете, что Иисус восседает сейчас одесную Бога Отца, то вы уж, скорее всего, человек верующий. О суде же, что князь мира сего осужден. Понимаете, нас окружает сегодня столько зла, что нам трудно представить себе один простой факт. До пришествия Иисуса Христа, до зарождения христианства в мире этом зла было куда больше. Да, вокруг тьма, но в этой тьме пробиваются и звезды, и луна, и даже солнце. Все это во Христе. До Христа была лишь непроглядная ночь. И в этом смысле явление Христа миру стало судом против дьявола, судом против его дел. Такие интерпретации, такие толкования возможны. И все-таки должен признаться, что стихи с 9 по 11 стоят в ряду самых трудно понимаемых высказываний Иисуса Христа. Ирония в том, что в 12 стихе он продолжает. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Такое ощущение, что он уже наговорил столько слов, которые мы уже не можем вместить. Что же там еще говорить? У вас вообще есть вопросы к Иисусу Христу? Вопросы о грехе, вопросы о страдании, вопросы о будущем, вопросы о собственной вашей жизни. Вопросы о том, почему мир устроен так, а не иначе. Есть ли у вас вопросы, которые хочется задать Христу? Знаете, почему сейчас на эти вопросы Христос вам не ответил? Потому что ответы эти вам невозможно было бы вместить. Знаете, когда я стал христианином, представьте себе, что в тот день, когда я стал христианином, мне сказали, вот сейчас ты покаешься и потом со временем будешь жить в России. Вот захотел бы я после этого каяться или нет? Если бы в тот момент, когда я только собирался покаяться, если бы в тот момент мне сказали, вот ты покаешься, ты уверуешь, станешь христианином и со временем захочешь сам по доброй воле поехать в Россию и жить в России. Как вы думаете, неужели я не рассмеялся бы в лицо человеку, который мне бы такое сказал? Еще много имею сказать вам, говорит Иисус в 12 стихе, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Дух Святой буквально с ложечки кормит нас, показывая нам все, что нам нужно знать о христианской жизни, все, что нам нужно знать о Божьем замысле, все, что нам нужно знать о будущем, все, что нам нужно знать о настоящем. Он покажет вам, Он откроет вам будущее, будущее возвестит вам, Он покажет вам, когда придет время. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.